Я думаю, что мы, женщины, постоим за себя. Нас больше в этой стране, и мы не дадим никогда себя в обиду. И мы эту страну строим, и мы делаем не меньше, чем вы. А может быть, и это абсолютно правильно замечено, больше, чем вы все вместе взятые. Это вот к началу. Спасибо. Что касается вот этого портала Эльгезид. Эльгезид новый, стремительно ворвался в нашу жизнь. Это такой думающий портал. У нас мало что осталось вообще думающего. Есть профессиональные порталы, нет слов. Я с удовольствием всегда каждый раз открываю пару порталов всего-то. А вот сейчас Эльгезид еще есть. Эльгезид, который нам дает пищу для ума. Поэтому формы, различные формы работы, которые предлагает Эльгезид, это только приветствуется. Книга эта замечательная. Книга замечательная. Мы вообще, вот знаете, давайте перестанем комплексовать. Мы нормальная, демократическая, цивилизованная, быстро развивающаяся страна. Как вот все мы, оказывается, путешествуем. Я в этом году осенью читала немало лекций в Америке. И скажу вам с удовольствием о том, что там твердо утвердилось мнение о том, что мы демократическая, единственная демократическая страна в Центральной Азии. Это меня очень, в общем-то, и воодушевило, вдохновило. Слушайте, за нами сколько наших соотечественников, сколько наших земляков. Десятки и десятки тысяч работают на Западе и ходят с гордо поднятой головой. Потому что мы нормальная страна. И потому что сказать, что ты из Кыргызстана, это дает только вот... Это есть предмет гордости для любого человека из Кыргызстана. Что касается вот, значит, предмета обсуждения, книга. Ну, готовясь к этой встрече, я сразу подняла вот эти две книги. Это книга Джавахар Лаланеру, его автобиография. И книга, значит, Нейсона Манделлы. Оба они написали эти томища сидя в тюрьме. И меня, конечно, это очень... всех нас это должно заставить задуматься. Слушайте, ну, Джавахар Лаланеру, он был необыкновенно писучий, талантливый. Ну, гений, в общем, своего рода. Он написал три книги, толстенные, хорошие книги. Я одну книгу, которую написал для своей дочери, 12-летней тогда Индиры Ганди. Вот все хочу перевести ее на крыльский язык, чтобы мы тоже понимали что-то о мире. Нейсона Манделла, вот этот том, это бестселлер мировой. Значит, «Долгий путь к свободе» называется. Эта книга, это коллективный труд. Здесь столько много людей участвует. Ну, знаете, вот он сидел, конечно, в ужасных условиях. И у него было много-много вещей с собой. Он всегда держал такую, как это, записную книгу, письма, которые он слал своим родственникам. Потом, значит, разные другие записи. Но в итоге вот это все расшифровали, всему этому дается сегодня прочтение. Это книга, которую каждый политик, который себя считает политиком в любой стране мира, он прочитал. И я думаю, что если бы в Эль Газит тоже давался обзор книг, вот что читать сегодня, понимаете, какие книги появляются. Россия, вот как бы мы ее там ни называли, авторитарная, она ТЕ, она была, это страна, в которой бурлит мысль. Так много вот таких тусовок политических, так много происходит разговоров серьезных о политике. Литературы, море выходит, понимаете. Вот сколько книг выходит в России. И, конечно, всем политикам надо читать книги. Я уважаю Текебаева за то, что это человек, который работает над собой. Он не останавливается. Слушайте, вот, где чай, мне сказали, музей, да, барбой трой, да, бры, и шперт мамандай качки, так сказать, да, геливан, джаш-министр, да, хор-хутоп, значит, директор музея, да, обсал, что. И, конечно, парламент, как-то город, да, сныр, сныр, да, комитет парк по социальным вопросам. Ну, хорошо, вот, датчанка какая-то, джаланачичка, вот, секс-работницы, ларды, анарды, ухухтары джонды, мамандай, вот, что-то эпатажная форма джонды. Друзья мои, вот, бастиницам теряны, да, конча, что-то бабочкалар джонды, тюндук, бабочкалар. Сколько мужиков потешаются в саунах и гостиницах этими девушками дэгэнды, вот так они зарабатывают себе на жизнь. Вот так мы тоже женщины за них болеем, за то, что вот такая наша жизнь сегодня. Я написала в своей статье, сколько женщин бьют до смерти только в одном мешке где-четырнадцать вот таких вот кризисных центров. Сколько теперь пятнадцатилетних, двенадцатилетних насилуют мужики? Педофилы, их развелось тьма тьмущая. И сколько у нас сегодня мужиков, у которых неизвестно сколько жен, понимаете? И неизвестно в каких целях они их берут, чтобы расписать все, что они наворовали, понимаете? И мы, оказывается, женщины должны ходить и терпеть, и терпеть, и молчать, и молчать. Слушайте, это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка, на которой они никогда туда не заходили. Друзья мои, мы живем в таком обществе, где мы не можем рассыпаться. Правильно вот сегодня говорили выступающие. Слушайте, идет урбанизация, процесс урбанизации. Мы не можем к вашему уровню идти назад. Мне вчера в офисе кто-то говорит, что уже такое время наступает. Понимаете? Это что такое вообще? С какой стати кто-то нам чего-то диктует? Понимаете, я не оправдываю, что вот там надо в музее обязательно обнаженные такие фигуры и так далее. Я не оправдываю некоторые экспонаты. Ну просто взять вот так вот и выбросить человека с опытом большим, заслуженного. Человек, который хочет изменить страну. Извините, мы с вами рассыпемся на сельских, городских, на мырков и на еще кого-то и так далее. И так далее. Обязательство. Поэтому мы должны ищем, которым мы создавать саму искусственности. Вот наш аксессивный конституции. Мы используем саму искусственности, И мы используем правительство, Вы бы мне качество, правительство. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...